Дорогие мои дамы и господа, сегодня с вами Катя Васильева, я тренер и лайф-коуч на канале «Изменим жизнь». Сегодня будет очень интересное видео, и я думаю, оно вызовет такой же ажиотаж и споры, как и вызвало мое предыдущее видео, которое называлось «Женская мудрость против мужского эго». Тогда женщины подумали, что я за мужчин, и я вам сказала, что нет, я за эмоциональное здоровье в семье, за эмоциональное доверие. Я хотела бы, чтобы вы знали, что я и за женщин, и за мужчин. И я также знаю и понимаю, что этим мужчинам очень, ой, как нелегко. Вот смотрите, если вы выросли в семье, допустим, берем к примеру, и парня, и девушку, если вы выросли в семье, где все, что вы видели, это крики родителей друг на друга, они ругались там, слушай, дрались, оскорбляли, может быть, в семье было принято ругаться матом нормально, да. Человек, выросший так, будет точно так же, или же считать, что это норма, общаться со своим партнером точно так же. Если ваша мать пилила мужа, то вы будете думать, что это и есть правильно. Когда мы поняли, что в нашей семье, из которой мы пришли, и во всем нашем эмоциональном опыте, и у нас парней, и у нас девочек, наверное, что-то было неправильно, и как я говорю в том тренинге, если в браке что-то не работает, может быть, пора делать это по-другому. Сегодня я бы хотела поговорить для мужчин, чего хотят женщины. Если вы не нарцисс, и не считаете себя нарциссом, вы считаете себя джентльменом, любящим, заботливым мужем, но у вас в семье просто нет взаимопонимания, эмоционального доверия, близости, любви и отличного секса, тогда давайте начнем понимать, как работает психология вашей женщины. Ну, вот смотрите, хочу зачитать вам стихотворение, которое во многом объясняет нам, о чем думают женщины, и как они себя чувствуют. Я хочу быть для тебя самой лучшей, я хочу быть частью тебя, любимой, избалованной, неравнодушной, красивой подругой огня, мудрой хранительницей наших секретов и дома, где всегда есть следа. Я хочу твое сильное тело, которое жаждет только меня. чтобы ты дышал только мною, но не скучно и не сломал ни мою, ни свою личность и волю. любопытство также важно для меня. Я хочу счастья и дружбы, нам обоим партнерство растить. Я всегда хочу быть воздушной, а не верой и правдой служить. Все хочу, обо всем помечтала, где теперь тебя мне найти? Но вот мне бы понять для начала, сказка или к этому можно прийти? Это только половина стихотворения. Если копнуть глубже, то здесь женщина рассказывает все, о чем может мечтать женщина. И она хочет мужчину огня, и бога, и царя, и которым она восхищается и уважает. И она хочет быть любимой и сбалованной. Она не хочет быть равнодушной к вашим проблемам. Она хочет быть частью тебя, в смысле имеется в виду одним целым. Она хочет быть хранительницей секретов, где вы доверяете ей. Она хочет дом, где всегда есть еда. То есть она хочет мужчину, который заботится и с которым она чувствует себя в безопасности. Она хочет ваше сильное тело, и которое хочет только ее. То есть там, чтобы не было никаких комплексов и страхов и боязни о толстой попе и так далее. Вот. Чтобы было не скучно с вами, но в то же время, чтобы мы ее не ломали. Ни мою, ой, ни ее, ни вашу личность и волю. Да? Чтобы человек имел индивидуальность, и чтобы человек имел личностные границы и так далее. Любопытство тоже для нее должно. Потому что должно быть интересно жить с таким партнером. Она хочет счастья и дружбы, и чтобы оба партнерства растили, и всегда хочет быть воздушной. Она не хочет быть приземленной, униженной, опущенной, оскорбленной. И не хочет на веру и правду служить. Она не хочет служить. Она хочет, чтобы это все было легко и давалось легко. Потому что, когда есть все вышеперечисленное, любая женщина будет верна, и с любой женщиной вы будете чувствовать себя королем, богом, царем и самым лучшим сексием. Вот. Но. Теперь. Это все сказка? Это все вот эта мечта о принце? Или все-таки это можно создать? Так вот, цель сегодняшнего видео мужчинам сказать, что да, это можно все создать, и такую семью можно иметь. Только мы должны, что делать это вместе? Мы должны работать над этим вместе. И, как я говорила в моих предыдущих видео, где я уже начала отходить от темы нарциссизма, что с самого начала отношений мы должны строить эмоциональное доверие, доверие эмоциональное. Эмоциональное доверие люди строят непосредством контроля, непосредством заставления кого-то, чего-то, непосредством обесценивания. Это все строится посредством здорового диалога. Милый, мне было неприятно. Заткнись, не выноси мне мозг, и то и все, это уже последствия отсутствия нормального эмоционального доверия. С самого начала давай обсудим, почему ты так себя чувствуешь. Я себя так чувствую. И здесь комплексы наши запрещают нам говорить, как мы себя чувствуем. Мы, женщины, не можем вам сказать, если, допустим, мы так себя чувствуем, потому что у нас комплекс на эту тему, или какая-то insecurity, или low self-esteem, извините, на английский перешла, заниженная самооценка, да. Мы не можем это сказать, потому что это будет признание своей слабости. И мы будем бояться, что вы будете использовать нашу слабость против нас. И тогда мы лучше ничего не скажем. Мы это все под ковер засудим. Оно будет там расти, расти, зреть, недовольство с семьей, отношениями и так далее будет расти. Бог через 5 лет, 5-7 лет брак взрывается. Так вот, мужчины, у женщин есть установки, абсолютно неправильные установки с детства. И здесь нельзя винить мам, потому что у мам были точно такие же установки от бабушек и так далее, и тому подобное. Это все замкнутый круг. Будь мудрой, молчи и надейся, жди, не наглей и терпи. Говорили мне, найдешь, потом бойся, от тебя он тоже может уйти. Дай мужу свободу и ласку, но не так, чтобы надоесть. На вот тебе вековую подсказку, к нему в душу лучше не лезь. Главное есть и пусть будет, что там внутри не важно. Статус и деньги прибудут в жизнь, когда на пальце кольцо. Мать мне всегда говорила, не перечь, молчи, не летя. Приземлись, опустись, будь проще. Всегда есть кто-то лучше тебя. Как же мне стать счастливой с тобою? Не пойму, не умею, как быть. Никому больше дверь не открою, пока не научусь себя любить. И потом я создам тебя заново. Построю наш быт из мечты. Растворю свои силы женственные. Что скажешь? Прошу, не молчи. Так вот, смотрите, у каждой вашей жены, у практически всех нас, женщин, есть такие установки. Нам с детства говорили, все мужики говно, выбери себе кучку поменьше. Все мужики козлы. Да, не лентяй. Да, не алкоголики. Да, тот. Да, все. Да, не лезь ты к нему. Да, есть и хорошо пусть будет. Вот, получила мужика, сиди, не рыпайся. Девочка, когда она вырастает с такими страхами, она не может, пусть даже там любовь обалденная, она не может сразу этому человеку начать доверять. И к тому моменту, как мы как бы должны были уже себе начать доверять и нашему этому новому партнеру, парню, с которым мы встречаемся, да, или мы замуж вышли, мы, уже что-то такое случилось, какие-то мелочи, да, в отношениях. Там опоздал, там не перезвонил вовремя, там подружка его с кем-то там увидела и так далее. Страхи, 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 страхи. Бух. Все. Никакой эмоциональной доверия не будет. И потом половина женщин, что делает, они все-таки там выйдя замуж, сразу мы начинаем беременеть. Это вторая тема другого абсолютно видео, когда люди женятся очень рано и начинают заводить детей. Особенно вот во времена моей молодости, слава богу, сейчас молодежь начинает сожительствовать, гражданским браком многие увлекаются, потому что, да, печать в паспорте, конечно, меняет очень многое. Так вот, мужчины, давайте так, ваши жены пройдут тренинг «Навсегда любимая жена», где там и объясняется, вот как отзыв моей клиентки, огромное ей спасибо, что я воспользовалась ее комментариями, ее отзывами для этого видео. Пускай это наши жены пройдут этот тренинг, а вы, пожалуйста, откройте глаза и уши, если в вашем браке еще есть любовь, и вы не хотите терять свою жену. Давайте будем учиться слушать и слышать друг друга. И здесь очень важна лингвистика, очень важен язык. Девочки и мальчики, женщины говорят на языке Венеры, это язык эмоций, это одну мысль какую-то она передает десятью предложениями. Мужчина говорит на языке Марса. Язык Марса – это коротко и понятно. Если хотите, понаблюдайте за, как мужчины разговаривают между собой. Они не разговаривают между собой 25 предложений. Эй, ты, братан, как дела? То есть, да, мне важно, как это дела, там, ты мой брат, ты мой друг, да, все хорошо, замечательно, там, проехали, поехали дальше, переходим на тему по делу, будем разговаривать. Они не начинают там друг другу сахар лить наобновенный, та-та-та-та-та-та. Мужчины так не общаются. Посмотрите, как разговаривают ваши сыновья между собой, как говорит ваш муж с кем-то, мужского пола. Совершенно по-другому. И я учу женщин эту речь переводить с мужского на женский. То есть, это все нужно поменять, это все нужно понять и поменять. И если в вашем браке есть любовь, даже, даже пускай там остатки любви, но там есть дети и там есть, что терять обоим, то, знаете, легче всего придумать, моя жена нарцисска или мой муж нарцисс, когда это абсолютно не так. Вот. Не хочу умалять чувства всех тех, кто живет с настоящими нарциссами. Здесь девочки и мальчики, нужно паковать чемоданы и идти к психотерапевту. А если есть физическое насилие, и там всякое, знаете, там, женщина избила мужа вот здесь недавно в Америке, так что он лежит в реанимации. Такое тоже бывает. Вот. Если есть такое, то здесь, конечно, нужно идти в органы и до свидания. Нельзя использовать такого нарцисса для денег или потому что мне негде жить или еще что-то. Здесь нужно спасать себя, защищать себя и своих детей. Если для того, чтобы спасти своих детей, мне нужно развестись с таким супругом или супругой, которого, наблюдая, мои дети вырастут психопатами, я буду жить на улице и на вокзале. Ну вот. Ладно, высказалась. А так, поэтому давайте, если мы хотим спасти наши отношения, давайте будем думать. И мы это делаем на сессиях. И я вижу, что вот муж говорит, говорит, она не понимает, она слишком травмирована, чтобы это понять. Она говорит, говорит, он закатывает глаза и начинается типа, да, опять то же самое. Опять-таки она, он ее не понимает. Я вам хотела бы сказать, что здесь в Америке, когда заканчиваешь магистратуру, психологию, то пишешь работу. И здесь это требует исследований и research. Наша группа опросила очень много семейных парк. Больше 400 человек. Потому что, ну, у меня в группе было около 30 человек. Вот мы все в общей сложности опросили около 400 человек. Так как у нас была узкая специализация, пехевиоризм, это поведенческая психология и с акцентом на отношения, межличностные отношения, отношения между полами. Также за последние несколько лет у меня было около 60 семейных парк, мужа и жены. И помните, я вам говорю, девочки, не все ваши мужья-нарциссы. Это подкрепляется тем, что из этих 60 пар, с которыми мы работали на индивидуальных сессиях, и индивидуально, и совместно, такие пары обычно приобретают 10 сессий, потом мы их делим между ими, и я даю каждому индивидуальное задание и так далее. Из 60 пар только 7, то есть 10%, где партнер был нарцисс. Из 7, 5 был, где мужчина был нарцисс, страдал нарциссическим расстройством личности, и 2, где женщины были нарциссами, как мы их называем, страдали расстройством личности. Эта цифра нам показывает, что значит есть что-то, чего мы не понимаем. Мы сохранили 53 брака за последние 2,5 года, поэтому есть результат. Но чтобы начать работать, для этого нужно желание обоих сторон. И если уже мужчина идет на терапию, там есть желание, конечно, если это не использовано как манипуляция. То есть если он серьезно идет и занимается, и я вижу, что он доверяет, и он раскрывается, и он говорит, это прямая заинтересованность, честная заинтересованность в сохранении брака. Женщины очень часто настолько глубоко ранены, они принимают машинальные решения на эмоциях. И эти эмоции, которые мы не умеем контролировать, мы учимся контролировать на тренинге «10 шагов счастья», где мы занимаемся нашим личностным ростом и нашим собственным счастьем. И мы начинаем это делать медленно, как я это делала со всеми своими семейными парами, которые теперь пишут мне отзывы и говорят, что их брак отлично нормализовался, у них все замечательно, они счастливы, шлют мне подарки, открытки, цветы и так далее в знак благодарности, потому что мы должны научиться друг друга понимать. Парни, они не истерички, они не требовательные там какие-то там жены, они не хотят выносить вам мод, они просто говорят на другом языке, и у них тоже есть страхи, такие же, как и у вас. Поэтому я вас приглашаю. Женщин к себе на тренинге «10 шагов к счастью» и навсегда любимая женщина, мужчин, я приглашаю задуматься, у меня есть сервис для мужчин на сайте, пожалуйста, тоже обращайтесь. changelive.slushin.ru Я вас очень-очень всех люблю, уважаю, понимаю, но нельзя говорить, что я всегда прав или я всегда права. Женщины не понимают, через что вы проходите там в течение дня, на работе, стресс, деньги, обязанность, ответственность, они этого не понимают. Почему? Ну, многие говорят, что они понимают, но это не всем дано понять, потому что мы все эгоисты, люди думают о себе, не то, что о себе, люди видят мир изнутри, наружу. Понимаете? Не можем мы догадаться, что там у этого мужа или этой жены внутри, потому что мы не видим то, что там внутри, мы видим только то, что человек нам показывает. А человек нам показывает настроение, кони, бзики, молчание, муж пришел уставшись, сказал, все, пипец, хочу пиво и сидеть смотреть футбол. Жена, он козел, он смотрит пиво, он смотрит пиво, футбол с пивом. А может быть, он деньги потерял сегодня, а может быть, ему угрожают увольнением, а может быть, у него еще что-то там такое, в чем он признаться вам не может или стесняется, потому что это будет считаться слабостью, или вы начнете его сравнивать. Вот видишь, Сережа так не сел, вот у Сережи, если все хорошо, а у нас плохо, мужчина воспримет это как критик, он замкнется, он будет молчать. То же самое работает и с женщинами. Если женщина пытается вам что-то сказать, и пытается, и ты меня послушай, и мне нужно высказаться, и у нас проблемы в браке, и то, и все. И если вы ее не слышите, вы скажете ей, перестань выносить мне мозг. И это что будет? Это будет эмоциональная война. Это никогда, это никогда такой брак не станет счастливым. Так вот, если жена начинает вам что-то говорить, знаете, пусть даже вы устали, пусть даже мир рушится, пусть даже там что угодно, жену нужно выслушать, не только послушать, но и услышать, и показать ей, что вы ее слышите, не вашим мужским языком Марса, а языком Венеры, ну, пускай не таким уже красноречивым языком Венеры, но эмоциональным языком Венеры. Ты знаешь, я тебя услышал, неожиданно как-то, но мне надо подумать над этим, ну, иди сюда, я тебя обниму. Этот ответ будет намного лучше, чем ты меня достала, закрой рот и не выноси мне морг. Давайте будем учиться, кому нужна помощь, обращайтесь, я вас люблю, целую, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,